Вот поставщик щенков, это вот она, видите, вот она с двумя щеночками, это мама черненькая, черноголовка ее прозвали. Вот было семеро вот этих щеночков, осталось двое. Их травят? Да, травят. Ну, женщина говорила, что вот здесь находят их, лежат, они умирают, прямо тут на глазах. А вот эта собачка была стреляна, ей в бедро попали. Вот эта женщина, Наталья, мне рассказывала, что она зубами выдернула этот дротик и удрала. И хромает сейчас на левую лапку, на заднюю. То есть ее уже неоднократно пытались застрелить, но вот она пока что... А кто бы этого мальчика хотел бы рассказать? Ну, хотелось бы куда-то его пристроить, пока его не убили. Просто здесь такая ситуация, что ему нужна будет какая-то адаптация. Девочки говорили, что он очень дикий, кусался, все. Но вот я сколько прихожу, он довольно-таки близко подходит и ладит и с этими, и с теми на грибной базе. Собаку? Да. Он кастрирован мальчик. Ему в сентябре был год. В сентябре 18-го года ему был год. Хороший, в принципе, и кобелек. То есть, если кто-то бы согласился его взять, где-то в вольере подержать, чтобы он привык, то у него был бы шанс выжить, потому что обидно. Вернули они его сюда летом. То есть, по-моему, он прожил. Да, потом, она говорит, его долго здесь не было, а потом вот осенью он появился тут. И уже так и остался. Я его не подкармливала все это время. То есть, мне Лена сказала, не рвите себе сердце. Если не будет еда, он идет куда-то в другое место, где-то захочет пропитаться. Но тут приходят другие бабушки. И поэтому он здесь остался. Он выходит вот сюда. Если бы он оставался на грибной базе, это один момент. Но он приходит сюда, потому что здесь кормят. И это опасно. Мальчик очень хороший. У него не сложилась его судьба. Его должны были забрать в кисками, в хорошие руки. Но забрали его братика. Вот, считайте, с лета 18-го года он здесь. Вот пока что еще жив. Ну, сейчас начнется сезон, и это будет проблематично. Ну, вот смотрите, видите, он ходит за людьми. То есть, сказать, что он совсем не социализированный. Ну, главная задача сейчас что, стерилизовать? Сейчас стерилизовать маму. А мы у кого хотите стерилизовать? Ну, и на Федорной только, если с Настей. Таких вариантов нет. Вот в четверг я была, разговаривала с охранником. Ситуация такая. Он говорит, ну, нам здесь не надо проблем. Они вот сейчас еще подрастут, начнут лаять. На младших детей родители пожалуются. И директор просто вызовет спецавтохозяйство. На этом все закончится. Так, а вот это у нас мама. А вот это мамка, да. Ведь ее надо стерилизовать. Ее надо стерилизовать, да. Она уже сюда прибилась. Там много здесь живет? Я ее тоже осенью у него там наружила. Вот когда я не помню, что она с плицей. И вот тогда же она была беременная уже. А вот этого охранника есть шанс пристроить в СПЕЮ. Но вопрос в том, что на чем-то можно будет ехать. Опять же с транспортом проблема будет. Таня сказала, что денег уже нет, надо будет оплатить машину. Есть кому помочь. Там Коля и Люда из Суклеи, с которыми мы щенка из трубы ловили. Помните? Люда и потом муж ее побыл. Вот он может отвезти, но надо заправить. СПЕЮ, Таня сказала, 42 километра. А мамку надо стерилизовать и вот этих четверых отсюда куда-то вывозить щеночков. Ну, там дальше еще трое. Пойдем снимем. Пойдем снимем. Пойдем снимем. Пойдем снимем. Пойдем снимем. Продолжение следует...